МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости. Меня зовут Дмитрий Книга. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Военные сборы для руководящего состава подразделений Воздушно-космических сил России. Эта часть одна из лучших по своей оснащенности. И на этой позиции мы сегодня проводим сборовые мероприятия. Бизнес-семинар для учащихся Московского регионального социально-экономического института. Любой опыт полезен для меня. То, что вы сегодня будете говорить, я буду внимательно слушать и принимать в дальнейшую свою жизнь, если будет интересно. Танцевальной студии Гюнеш исполнилось 10 лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Ленинском районе прошли военные сборы для руководящего состава подразделений Воздушно-космических сил России. Они проводились на базе 5-й дивизии ПВО, расположенной на территории поселения Горки-Ленинские, и были посвящены переводу боевой техники с зимнего на летний период эксплуатации. У часовых неба в гостях побывала и наша съемочная группа. Боевая техника начищена до блеска. Рядом с каждой машиной плакаты с характеристиками. Это не выставка современного российского вооружения. Более 200 представителей воинских соединений Воздушно-космических сил прибыли на сборы, цель которых еще раз обратить внимание на нюансы обслуживания боевых машин. Ведь впереди переход на летний режим эксплуатации вооружения. На местах хранения техники разрешается проводить следующие виды работ. Постановка техники на хранение, техническое обслуживание в процессе ее хранения, подкачку шин, подзаряд аккумуляторных батарей малыми токами. В пятую дивизию прибыли командиры войсковых соединений и их заместители по материально-техническому обеспечению и вооружению. Перед ними выступили в том числе и представители предприятия, которые занимаются ремонтом и сервисным обслуживанием боевой техники. Нужно только правильно выполнять все инструкции, которые прописаны в руководящих документах, которые у нас присутствуют с изделием, которые мы отгружаем. Правильно их выполнять, не откладывать, потому что режимы, как мы сейчас смотрим и рассматриваем, зимние и летние периоды, очень важны для нас. Нужно обращать внимание не только на то, что написано, но и думать о том, что какие-то моменты могут возникнуть, нештатные ситуации. Для этого мы тоже всегда оказываем содействие, участвуем и выезжаем на полевые сборы вместе с ними и работаем вместе. Сборы проводились под руководством заместителя главнокомандующего по материально-техническому обеспечению генерала-майора Забита Хайербекова. Участникам были показаны этапы проведения сервисных работ для каждого образца вооружений, а также места хранения боевых машин. Все жизненно важные циклы здесь соблюдаются. И условия температуры, и сами тентомобильные установки, заводы изготавливают исходя из тех районов, из тех температурных условий, в которых мы эксплуатируем не только технику, но и сами эти здания. Не случайно военные сборы проводились именно в 5-й дивизии ПВО, расположенной на территории поселения Горки-Ленинские. Сейчас она является настоящей гордостью воздушно-космических сил России. В 2017 году решение министра обороны в этой воинской части, в управлении 5-й дивизии ПВО в Горки-Ленинске, были возведены блочно-модульный городок и тентомобильные укрытия. Построены современные мобильные комплексы заправки и пункты технического обслуживания вооружения. И поэтому эта часть одна из лучших по своей оснащенности. И на этой позиции мы сегодня проводим сборовые мероприятия. Переход техники с зимнего на летний режим эксплуатации в вооруженных силах Российской Федерации планируется в течение апреля и мая. Максим Козлов, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ. В здании администрации Ленинского района состоялось заседание территориальной избирательной комиссии. В январе 2019 года ее состав изменился и для новых членов территориальной избирательной комиссии это собрание стало вторым по счету. Повестка дня включала 8 пунктов, в основном носящих организационный характер. Так единогласно был утвержден порядок работы избиркома Ленинского района. Он основан на методических рекомендациях Центральной избирательной комиссии и приведен в соответствие с законом о выборах. Кроме того, собравшиеся обсудили деятельность своих младших коллег – молодежного избиркома. Сейчас истекли полномочия у предыдущего состава и необходимо сформировать новый. Членом молодежной территориальной комиссии может быть гражданин в возрасте от 14 до 30 лет, то есть вилка увеличена. Естественно, если человек считается несовершеннолетним, то есть до 18 лет, то при подаче заявления в территориальную комиссию необходимо согласие одного из родителей. Кандидаты же старше 18 лет подают заявление самостоятельно. По словам председателя территориальной избирательной комиссии Веры Маркиной, таким образом молодые люди активно вовлекаются в избирательный процесс и создается отличный кадровый резерв на будущее. Завершилось заседание на приятной минуте вручении удостоверений. Срок действия полномочий членов территориальной избирательной комиссии – 5 лет. Представители торгово-промышленной палаты провели обучающий бизнес-семинар для студентов Московского регионального социально-экономического института. О чем узнали молодые люди, расскажем в нашем сюжете. Торгово-промышленная палата на территории Ленинского района была создана полтора года назад с целью объединить бизнес-сообщество муниципалитета. Тогда с такой инициативой выступили молодые предприниматели. Сегодня они поделились своим опытом со студентами. Рассказать и популяризировать предпринимательство, коммерческую деятельность, для того, чтобы ребята не боялись открывать свой бизнес, для того, чтобы некоторые вопросы, которые у них возникают – как открыть бизнес, что для этого нужно. Мы сегодня развеяли некоторые мифы и рассказали, как это сделать. «Предпринимателями не рождаются, предпринимателями становятся». Под таким названием прошел семинар для учащихся второго и третьего курсов Московского регионального социально-экономического института. Эта программа была подготовлена областной торгово-промышленной палатой. В начале дискуссии ребятам предложили разобраться, какие качества присущи бизнесменам, а какие – наемным работникам. «Создаем сами себе некие, описываем жизненные ситуации и пытаемся понять, кто же, как поведет себя предприниматель и как поведет себя непредприниматель, и кто же на самом деле каждый из нас, и что ему ближе». Подобные мастер-классы проводятся во многих муниципальных образованиях Подмосковья. «Любой опыт полезен для меня. То, что вы сегодня будете говорить, я буду внимательно слушать и принимать дальнейшее в своей жизни, если будет интересно». Встреча прошла в формате диалога. На все заданные вопросы студенты получили развернутые ответы. Молодые люди узнали, с чего стоит начинать свое дело и как реализовать идеи в бизнесе. «Я учусь на факультете юриспруденции колледжа. Я думаю, что будет очень полезно. Во всяком случае, всегда хорошо узнавать что-то новое». В институте такой семинар состоялся впервые, но на базе учебного заведения уже давно проводятся деловые игры и другие мероприятия, посвященные основам бизнеса. «Проводился так называемый брейн-ринг, КВН, знакомство. Наши педагоги знакомили наших студентов, что такое вообще коммерция, что это такое, что оно из себя представляет. Это слово вообще, с чем они выходят из стен нашего вуза». В будущем сотрудничество между высшим учебным заведением и торгово-промышленной палатой планируется развивать. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В переводе с турецкого «гюнеш» означает «солнечный свет». Десять лет назад в Доме культуры «Буревестник» сельского поселения Молоковское появился хореографический коллектив под таким названием. Юбилей отметили большим праздничным концертом, сразу после которого начались репетиции новых композиций. Анастасия Воронина отправилась в гости в танцевальную студию. Десятки танцев, сотни выпускников, множество побед и море детских улыбок. Все это студия эстрадных и восточных танцев «гюнеш». Не случайной визитной карточкой коллектива является «солнечный танец», ведь «гюнеш» в переводе с турецкого означает «солнце». Репертуар танцевального коллектива очень велик и разнообразен. В него входит более 50 танцев – эстрадных, народных, стилизованных и восточных. В этом году в Доме культуры «Буревестник» студия «Гюнеш» отметила свой день рождения – десятилетие со дня основания. В юбилейном концерте зрители смогли увидеть лучшие номера коллектива и яркие поздравления его друзей. В студии «Гюнеш» занимается около 70 детей разных возрастов. А совсем недавно руководитель коллектива Ольга Антонова открыла набор группы для взрослых. Мамы юных танцовщиц с удовольствием вступили в ряды в студии и даже уже успели выступить на юбилейном концерте. Ольга Антонова является не только руководителем танцевального коллектива, но и его хореографом, режиссером и художником по костюмам. Благодаря ей студия существует, процветает и удивляет зрителей интересными постановками. «Моя задача сейчас – растить интеллектуального танцора, танцора думающего, танцора умеющего не только танцевать, но и актерски подковного. Сейчас даже благодаря этому, допустим, все наши масленицы, все какие-то мероприятия, девочки наши выступают даже как аниматоры, потому что они умеют работать с людьми, они умеют двигаться, они актерски уже развиты. Малышам, конечно, стоит поучиться». За годы своего существования студия «Гюнеш» приняла участие во многих городских, районных, всероссийских и международных конкурсах, в которых неоднократно становилась обладателем Гран-при. Для Евгении Гурской самым запоминающимся стало выступление в Санкт-Петербурге. «Самый волнительный конкурс это был в Питере, потому что я ездила со средней группой, а я одна старшая. У меня было много переживаний, потому что танец у нас был, назывался «Цыплята», маленькие дети, они там показывали движение, а я была, как сказать, хозяйкой их. Я была солисткой. И вот когда ты стоишь за сценой, столько нервов, столько переживаний. У нас некоторые девочки даже не сдерживают, они плачут за сцену, и мы их успокаиваем». В ближайшем будущем студию «Гюнеш» ждут грандиозные выступления. Коллектив готовится показать свой новый танец-импровизацию, который будет состоять из нескольких частей, связанных одной морской темой. А в следующем году Ольга Антонова мечтает перейти на новый уровень и преобразить студию в театр танца. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошлева. Видное ТВ. И о погоде. В пятницу будет пасмурно, ожидается небольшой снег. Днем плюс два, ночью ноль градусов. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова